Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Конфетно-букетный период. В честь 65-летнего юбилея сотрудники управления вне ведомственной охраны не только взяли журналистов в рейд, но и подарили цветы. В нашем парке поселился замечательный режиссер. Сегодня в Самаре открывают памятник Ильдару Рязанову. В Самаре выросла Аллея Победы. Сотню деревьев высадили волонтеры вместе с ветеранами. В эти минуты на улице Фрунзе проходит торжественное открытие первого в России памятника знаменитому кинорежиссеру Ильдару Рязанову. Это символичное возвращение именно в Самаре в 120-м доме по улице Фрунзе 18 ноября 1927 года Ильдар Александрович появился на свет. Теперь около этого дома в сквере имени Рязановой будет сидеть на гранитном постаменте бронзовая фигура режиссера. Автор памятника – грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе. Признается, эта работа далась нелегко. Не было легко. В общем, он меня немножко помучил, потому что работая над скульптурой, у меня возникали вот эти его персонажи, там, Неронов, там, не знаю, Смоктуновский, и все. И нелегко было. Но в конце концов, как бы, он подался. В сквере Рязановой сейчас работает наша съемочная группа. Подробный репортаж об открытии памятника смотрите в вечерних выпусках событий. 65 лет исполняется управлению вне ведомственной охраны. Год назад они сменили имя, но не изменяют приоритетам в работе. Безопасность граждан превыше всего. В рейд, финал которого предугадать было невозможно, отправилась наша съемочная группа. Прежде чем заступить на службу, силовики получают оружие и патроны, затем инструктаж. Экипажи УВО патрулируют город круглыми сутками. У каждого свой сектор. Ильдар и Семет дежурят в Октябрьском районе. Говорят, в будни здесь более-менее спокойно. Зато в выходные постоянно приходится сталкиваться с буйными посетителями ночных клубов и ресторанов. Я веду свою статистику. Перед сменой я смотрю ориентировки, где в какое время приблизительно совершаются преступления. И стараюсь каждый раз почаще там проезжать. Ну, Садовая будем смотреть, проспект Ленина, во дворах. Оперативная информация поступает в режиме онлайн. Семен Тимохин пришел служить во вневедомственную охрану восемь лет назад. Делиться уверенным нужно быть не только в себе, но и в напарнике. Я увижу так же, как и родных своих. Кругу говоря, по 12 часов в день, 15 дней в месяц. То есть мы уже когда, мы как родные, я полностью им доверяю. Каждый задержание произойдет, что уже знаешь, что он прикроет твою спину. С начала года сотрудники выезжали по тревоге десятки тысяч раз. Раскрыли три с половиной тысячи преступлений. Нашли почти полторы сотни человек, которые числились в розыске, в том числе в федеральном. Основная задача наша, конечно же, недопущение кражи с наших охранимых объектов, спокойствие граждан. Работа достаточно сложная. Не каждый, скажем так, сможет здесь работать. Нужно для того, чтобы здесь работать, во-первых, желание, конечно, здоровье, что позволяло пройти, естественно, медкомиссию. Сегодня делятся сотрудники. На Самарских улицах стало спокойнее. Но вот срабатывает сигнал тревоги. Сотрудники УВО быстро поднимаются на этаж и заходят в квартиру. На первый взгляд все чисто. Но не тут-то было. Региональное управление Росгвардии оказалось креативным. Ну вот, ребята, спасибо вам большое, что вы участвовали во всем. Поздравляем вас с наступающим нашим праздником. Всего вам самого хорошего. Спасибо за взаимодействие. Такой сюрприз стал неожиданностью для группы задержания. Шутят, вот бы больше было таких вызовов. Алина Чемерес, Константин Головин, События. Родить не за хлебом сходить, шутят акушеры. В момент родов с женщиной должен находиться грамотный специалист, который успокоит и подскажет. В профессиональном мастерстве соревновали сегодня студенты медицинских колледжей по специальности акушерское дело. Не на людях, конечно, на манекенах. Но наш корреспондент Марианна Мирная призналась, что это было захватывающее. Девять лучших студентов будущих акушеров со всего Приволжского федерального округа приехали в Самару побороться за первое место в конкурсе профессионального мастерства. Они готовы отвечать на сложные вопросы, проходить тестирование и, конечно, показывать свои умения на практике. Я принимала уже несколько родов, ассистировала, честно. Это просто великолепное ощущение. И очень хочется всегда помогать роженице. Поэтому при рождении у меня только огромная улыбка на лице. Экзамен принимают эксперты, люди, которые десятки лет связаны с акушерством. Преподаватель Самарского медицинского колледжа Людмила Протасеня до того, как начать педагогическую деятельность, 20 лет помогала появляться на свет малышам. Говорит, чтобы все прошло максимально быстро и безболезненно, нужно слушать акушерку. Вроде это действительно что-то необыкновенное. Может быть, поэтому я выбрала эту профессию. Потому что нет ничего, наверное, что-либо более важного в жизни. И вот, понимаете, когда происходит рождение ребенка, внутри что-то, хоть как будто это твой ребенок рождается. Вот внутри что-то такое, что невозможно даже рассказать словами, какие ощущения при этом бывают. Самара, как принимающая сторона, участвовать в конкурсе в этом году не имеет права. Но студенты акушера обязательно покажут себя в следующем году. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Проект «Городская среда» будет реализован под контролем оперативного штаба. Такое решение принято по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Сегодня работы на завершающем этапе. Что осталось исправить и доделать, обсудили на заседании Президиума регионального полицовета партии «Единая Россия». Федеральный партийный проект стартовал 1 января 2017 года. Его цель – благоустройство парков, скверов, улиц и дворовых территорий. В этом году из федерального бюджета выделено более 25 миллиардов рублей. Самарская область получила 927 миллионов. Еще миллиард 300 – региональное софинансирование. В проекте участвует порядка полутора тысяч домов. Особенность ремонта дворов в том, что жители сами решают, какие элементы благоустройства им необходимы. Реализуется партийный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия. Городская среда». Это один из самых крупных и финансово-емких приоритетных проектов. Было принято решение и предложено главой региона президиума полицовета определить сейчас на этот период окончания, завершения, реализации этого проекта создать такой штаб, который бы распределить членов этого штаба по каждому муниципальному образованию. Они и раньше не сидели сложив руки, а с новыми инструментами горы свернут. В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее озеленение и оформление двора. Самым активным подарили культиваторы и триммеры. На какие свершения они готовы теперь, выслушал Данил Лучко. В этой девятиэтажке на Старозагоре теперь комфортно. Здесь заменили крышу и трубопровод. В подъезде положили плитку. На всех этажах пластиковые окна. В коридоре авторские картины. Одну из них как-то украли, потом вернули. С появлением видеокамер хулиганы и вовсе исчезли. Во дворе посадили деревья, а из покрышек сделали лебедей. Дом занял первое место в районе. А все потому, что его жители не ждут милости от коммунальщиков. И порядок наводят сами. И как-то у нас все сами люди, они выходят и траву, кость мужчин. Он видит дворник, он даже будет делать работу не ту, которая нужна. А он будет еще и дополнительно делать. Он принесет свои грабли. А то и те крупные грабли, а я принес мелкие, чтобы чище было. На проспекте Металлургов 83 тоже все цветет и пахнет. Дом признали лучшим по озеленению и ландшафтному оформлению. Из растений сейчас здесь остались только елки и этот снежный ягодник. Цветы убрали на зиму. Чистый воздух особенно важен для детей, считает Татьяна, житель дома. Учитывая то, что у нас здесь аллея, это машины ездят, постоянная вот эта загазованность. Это все сейчас вот дает нам возможность, то что мы дышим. Наши дети, вот площадка для них сделана. Ну мы-то правда уже взрослые. Но для детей, вот особенно с того дома, у них очень много детей. Это я считаю, что в наше время это очень хороший вариант. Конкурс на лучший дом в Кировском районе проводится второй раз. Номинаций 6. По сравнению с прошлым годом участников стало намного больше. Власти Кировского района уверены, это не предел. И я думаю, что ваши соседи, которые проживают в соседнем МКД, но пока еще не приняли участие, проходя мимо и видя такую замечательную табличку, что дом является победителем данного конкурса, сподвигнет и ваших соседей принять активное участие в следующем году. Это вот подведение итогов показало, насколько люди заинтересованно относятся к созданию более благоприятной среды вокруг себя. Кроме морального поощрения, в виде памятных табличек, победителям раздавали и призы практические. Культиваторы, бензотриммеры и дренажный насос. Жители уверены, что вся эта спецтехника без дела пылиться не будет. Даниил Лучко, Артем Сулейманов. События. В Самаре появилась еще одна Аллея Победы. Сотню деревьев вместе высадили волонтеры и ветераны. Подробнее о патриотической акции расскажет Лариса Шалафаст. За свою жизнь посадил не один десяток деревьев, говорит участник Великой Отечественной войны Владимир Елисеевич Автоменко. На фронт его призвали в 44-м, тогда парню исполнилось всего 17. Служил на флоте и до сих пор помнит своих старших товарищей, которые помогали и поддерживали в трудную минуту. И уверен, Аллея Победы поможет увековечить имена многих героев. Эта традиция существует у нас в городе уже довольно давно. И вот последний раз, я был лет 15, так уже деревья выросли. Довольно так. Как-то вот странно, растут и растут. Все это правильно очень. Хоть если будет соответствующая надпись, что это роща посажена в честь погибших, это хорошо. На пересечении Луначарского и Мичурина в рамках акции «Дерево Победы» появилось 100 молодых саженцев. Липы выбрали не случайно. Мы, посоветовавшись с агрономами, с агротехническими службами, выяснили, что лучше всего приживаются липы. Соблюли все агротехнические сроки, получили гарантийные обязательства на то, что они будут за ними ухаживать. И надеемся, что уже к весне наш аллея будет зеленой. В планах районной администрации дать каждому дереву имя и таким образом сохранить память об участниках Великой Отечественной войны. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Штурмовик Ил-2 возвращается на постаментственное пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова. В ближайшее время рабочие приступят к его сборке. Сегодня утром на площадку внутри кольца после реконструкции привезли два крылопамятника. В ближайшее время будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. Памятник должны открыть 7 ноября. Серьезное ДТП произошло вечером в четверг на пересечении улиц Новосадовой и Шверника. Там столкнулись два автомобиля. По данным ГИБДД, водитель «Опеля» при повороте налево не уступил дорогу «Фольксвагену». После удара машина раскидала по дороге. При этом один из автомобилей проломил пешеходное ограждение и вылетел на тротуар. В результате пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка «Опеля». Пострадавших отправили в больницу. Прокуратура промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчин 43 и 53 лет, обвиняемых в совершении разбойного нападения. Дело в отношении третьего участника выделено в отдельное производство. По версии следствия, трое мужчин ворвались в квартиру дома по улице Демократической в Самаре. Мужчины были вооружены ножами. Повалив хозяина квартиры, его жену и малолетнюю дочь на пол и, угрожая убийством, они похитили деньги и вещи на сумму более полумиллиона рублей. В озере в парке Гагарина едва не утонули пятилетний ребенок и его бабушка. Их спас сотрудник УФСИН Самарской области Дмитрий Мишустин. Он доплыл до ребенка и вытащил его на сушу, а затем спас и бабушку. Пятилетний ребенок вместе с бабушкой кормил уток на озере, поскользнулся и упал в воду. Бабушка пыталась спасти внука, но не умела плавать и стала захлебываться. Утопающих отогрели в находящемся неподалеку кафе, после чего офицер на своем автомобиле отвез бабушку и внука домой в Кенель. Завод Кузнецов разработает уникальную силовую установку для создаваемого в России 600-тонного транспортно-десантного экрана плана «Спасатель». Судно планируется использовать при поисково-спасательных операциях в Арктике и Тихом океане, а также доставке грузов на удаленные военные базы. Экранопланы – это гибридные транспортные средства. Благодаря воздушной подушке такая машина может скользить над поверхностью воды, ледяным или снежным полем, тундрой, степью или пустыней. Завершение испытаний первых образцов спасателя запланировано на 2025 год. Индийские гости с варшавским акцентом. В Самарский цирк привезли новую программу с участием самых больших животных на Земле – слонов. В составе варшавского цирка приехали настоящие звезды – слонихи Дженни и Магда. Общий язык с ними искала Юлия Черняева. Что же я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. Слоны – животные полезные. Их называют толстокожими и неповоротливыми. Но все же слоны – самые большие животные на Земле. И самые умные обладают феноменальной памятью и умеют смеяться. Приехавшие в Самару индийские слонихи Дженни и Магда – настоящие звезды кино и рекламы. Уже более 40 лет пятитонные артистки в специальном фургоне ездят по городам России и мира. На манеже слоны без проблем делают ласточку, кружатся в вальсе, ползают, фигурно поднимают хобот. С 2009 года слоних дрессирует Сергей Гулевич – достойный представитель цирковой семьи. Одна толстуха ленивая, а вторая такая она живенькая, Магда. То есть по характеру у нее такие Дженни. Она любит покушать, очень не любит работу, очень любит отдыхать все время, поспать, поваляться, покушать. А Магда, наоборот, она знает свою норму, то есть любит какие-то там движения устраивать, такая хулиганистая, озорная очень. Помимо слонов у нас в программе будет также очень много интересных номеров. Это, например, два интересных номера – это бокс с кенгуру и джигиты на страусах. Помимо этого у нас также будут эквилибристы, воздушные гимнасты, лошади, пони и всего очень много-много интересного. Они теплые, нежные и ласковые. Понимают три языка – русский, польский и английский. И здесь, мне кажется, в Самаре им очень нравится. Если вы до сих пор думали, что слоны неповоротливые и уклюжие – это громадное заблуждение. Варшавский цирк это докажет. С 28 октября в нашем Самарском цирке удивительное представление. Не верите? Приходите и сами посмотрите. Юлия Черняева, Василий Колдашов. События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши журналисты. Впереди планеты всей. Самара и Ростов-на-Дону стали первыми городами из принимающих чемпионат, где уже стартовало обучение волонтеров. Самара без меня проживет, а я без Самары нет. Группа Бомбоза посвятила песню родному городу. Самарский боксер-профессионал рвется в бой. Максим Власов готовится к очередному поединку по версии WBA. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин